Привет-привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. В данном ролике мне бы хотелось рассказать об одном замечательном приложении Тиликс. Тиликс это эмулятор терминала, который позволяет организовать и улучшить ваш юзер экспириенс при работе с баш и не только. Основным преимуществом этого приложения является очень гибкий интерфейс. Вы можете создавать терминалы снизу, справа. Таким образом мы можем настраивать сетку как нам удобно и открывать различное множество терминалов для различных задач. Будь то это микросервисы, если вы бэкэнд разработчик, любые команды и так далее и тому подобное. То есть сценариев огромное множество. Будет полезно как бэкэндерам, как системным администраторам, так и многим-многим-многим другим пользователям. Также имеется поддержка горячих клавиш. По умолчанию Ctrl-Alt-R создать терминал справа, Ctrl-Alt-D создать терминал снизу. Также если вам данной сетки, которую вы сконфигурируете, будет недостаточно, давайте добавим парочку терминалов и еще, ну и еще здесь допустим несколько. Вам никто не запрещает добавить еще одну вкладку и на ней сконфиджить нужное количество терминалов еще. Пожалуйста, на любой вкус, для любых задач. Ну и таким образом можно переключаться между вкладками с различными сетками. Вы скажете, каждый раз выстраивать сетку? Серьезно? Не проблема, ребят. Вы всегда сможете сохранить расположение в файл. Ну давайте как-то назовем тест. Файлик сохраняется в JSON формате. Мы закроем терминал. Откроем его заново. Ну и давайте откроем наш файлик. Тест. И вот, пожалуйста, мы открыли все то, что было открыто у нас до этого. Сетка сохранилась. Да, но каждую вкладку нужно сохранить отдельно. Плюс это или минус? Ну, наверное, больше плюс. Вы решаете, какую вкладку как вам открыть. Давайте теперь поговорим о настройке и кастомизации. Откроем параметры. И здесь различное множество настроек, которые вы можете видеть перед собой. Основное. Можно настроить очень гибкое оформление. Выпадающий режим можно настроить. Можно настроить закладки, комбинации клавиш, о которых я поговорил. Здесь вы можете подробнее ознакомиться с ними. Там, для переключения терминалов, для масштабирования. Допустим, F11 для полноэкранного просмотра. Кодировки можно использовать. По умолчанию используется UTF-8. Мы можем добавить различные регулярные выражения для работы в терминале. Ну и настроить профиль. То есть, это обычный профиль терминала, который вы сможете увидеть в базовом терминале. Общие, команды, цвета, прокрутка, совместимость, знаки, расширение. В общем, все то, что вам уже знакомо. Также, на каждой вкладке есть свое маленькое меню, где можно найти, что находится на вкладке. Можно отметить только для чтения, чтобы ничего не сломать. Также у нас имеются помощники. Мы можем сохранять пароли и переиспользовать их для различных целей. Мы можем добавлять и использовать закладки. Закладки могут быть различных видов. Это могут быть какие-то пути в вашей файловой системе, папки, удаленные какие-то, сервера и так далее, виртуальные машины. То есть, вы раз настроили и просто переиспользуете, допустим, SSH-подключение, либо SFTP, FTP, Telnet, что вам нужно. Ну и также различные команды. Почему бы и нет. Можно настроить различные профили. Ну и другое. Вы сейчас видите все перед своими глазами. В принципе, очень удобный и многофункциональный эмулятор терминала. Telix это замечательное решение для серьезных задач. Очень удобно выстроить сетку, сохранить и переиспользовать для различных сценариев. Это действительно то, что нужно для профессионального использования. Для системных администраторов, для бэкэнд-разработчиков и для многих-многих-многих других целей. Надеюсь, данный ролик был для вас полезным и информативным. Ставьте обязательно палец вверх. Поддержите наш проект. Подписывайтесь на другие наши каналы. GS Code, IT Navigator Live. И вступайте в нашу группу Telegram. Все ссылочки в описании. Кто не подписан, подписывайтесь. Прожмите колокольчик, дабы не пропустить новых видео. Ну и напишите комментарий, что вы думаете об этом все. Ну что ж, друзья. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok